Эта череповецкая семья по-узбекски большая. В двухкомнатной квартирке, кроме молодой пары, живут дедушка с бабушкой, братья и сестры. У Шахнозы пять месяцев назад появилось еще двое малышей. Тесно очень. На ночь кухня превращается в спальню. Матрас, обычный хороший матрас. Ну как, у нас есть же эти, как бы эти, одеяло, покрывал. Накануне семья обратилась в агентство недвижимости. Не приобрести квартиру, это не по карману, взять в аренду. В похожей ситуации оказались многие череповчане. Люди снимают углы, ютятся в крохотных общежитских комнатах. В помощь молодым семьям была утверждена специальная программа. И с учетом обеспечения софинансирования из федерального, областного и городского бюджетов. По условиям программы, молодые семьи, признанные участниками программы, а это семьи, возраст которых не должен превышать 35 лет, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий и имеющие в наличии достаточные доходы для участия в программе. В 2010 году Череповец готов был выделить средства для 27 семей. Такие же заявки из разных городов рассматривались в Москве. Чтобы удовлетворить все пожелания, федеральных денег не хватило. Так что аппетиты пришлось умерить. В 2010 году квартиру по целевой программе смогла получить всего лишь одна семья. В списке претендентов 1060 человек. Нетрудно посчитать, сколько времени понадобится для того, чтобы удовлетворить всех желающих 1060 лет. Единственная осчастливленная молодая семья в Череповце получила сертификат на приобретение квартиры на сумму около 500 тысяч рублей. Как рассказали сегодня, государство не обязано предоставлять молодым семьям квартиру, как обязано, например, детям, оставшимся без родителей. Случай с молодыми семьями – это просто инициатива. С 2006 года с помощью этой инициативы удалось осчастливить 76 семей города Металлургов. Не было бы программы, не было бы даже нынешних скромных возможностей. Государство не должно прекращать финансировать подобные программы. Потому что если мы хотим, чтобы у нас увеличилось народное население, чтобы у нас рождались дети и жили в нормальных условиях, мы должны поддерживать конкретно молодые семьи. Эта молодая семья живет с родителями. Переехать в отдельное жилье, по их словам, перспективы никакой. Ипотека – это очень дорого. Я сейчас в декрете. Кредитов у нас еще куча. Возможно, когда этот малыш станет взрослым, он тоже приведет свою вторую половину в родительский дом. Такая вот коммунальная неустроенность. Замкнутый круг.